Привет, зрители и подписчики моего канала! Мы с мужем пришли в сарай срочно делать, оборудовать загон для маленьких козлят. Ну, не совсем маленьких, которым чуть больше месяца. Почему срочно? Потому что у нас всегда всё так, в последний момент получается. Сегодня уже ночью я поеду в Юргу встречать козлят, а у нас ничего не сделано. Ну что, приступим. Кому интересно, оставайтесь с нами. Муж будет делать, я снимать. Малыши помогать мешаться, а Эля орать и есть. Нам нужно сделать под бутылку, под молоко кормушку, под еду и под воду. Так, вызываем подмогу, примеряемся. Девочки, ваша соска. Девочки, быстро примеряться. Примеряться давайте. На какую высоту вам соска? А вы куда пошли? Вот, вот, вот. Соса ваша. Ну-ка, примерьтесь, пожалуйста. Так, чуть-чуть пониже. Лёш, пониже, чуть-чуть высоковато. Вот, наверное, самое то будет. Молодцы, примерились. Валите играть. Ещё одна помощница на месте. Эля блажит. Нет покоя нашей ломанчихе, которые тихие и не орут. Вот только она и орёт целыми днями. Муж крутит, делает, а мы болтаемся. Девчонки, выходите погулять. Погулять, девчонки, выходить на две минуты. Погода у нас сегодня солнечная. Ну, достаточно морозная. 20 градусов с ветром. Муж у меня бухтит, что ехать в такую погоду в Юргу. На ночь ожидают минус 25. Но ничего, доедем. Был какой-то год, что мы встречали. Ездили козлят. На улице было, выехали из Томска, минус 30. Пересекли границу Кемеровской области. И началось резкое понижение температуры до минус 40. Я уже не помню, по какой причине мы поехали на Волге. Да, на советской Волге. Это был ещё тот аттракцион. Стёкла очень быстро все затянули. В этой Волге и со всех щелей дует. Из дверей, из окон, из всего. Козлятка, козлёнка, когда я встретила, я запихнула его за пазуху. Но ничего, доехали благополучно. Поэтому, думаю, уже в минус 25. И на иномарке у нас как-то всё обойдётся. Я нашла вот такой лоток. Когда-то в нём моя бабушка садила рассаду. И хочу его приспособить для кормления козлят. Сыпать сюда гранулки, овёсик. Хотела, чтобы муж сделал под него каркас. Но он со своим упрямством говорит, что прикрутит на саморезы. Я считаю, что прикручивать на саморезы плохая идея. Во-первых, он может треснуть изначально, когда он начнёт крутить. А во-вторых, как его потом откручивать, чтобы чистить. Ну, мужа трудно переубедить. Попробуем его методом. Посмотрим, сколько этот лоток продержится. Друзья, я хочу поделиться своим опытом. Вот кто бы что мне не говорил. Но когда кормушка находится не в клетке, не в вольере, как у нас. Это гораздо лучше. Сейчас я объясню, почему. Вот кормовой стол. И козы не могут встать сюда лапами. Навалить какой-нибудь грязи и так далее. Даже если бы это был не кормовой стол, а просто вынесена была кормушка за пределы загона, было бы всё чисто, удобно и классно. Сейчас я покажу вам, что происходит. Кормушка в загоне у коз. Грязь, мусор и так далее. Происходит вот что. Свежая утрешняя вода. В ней полно сена. Каках козьих и грязи. Потому что они вот так вот встают ногами. И всё это марают. Поэтому, кто строит новые сараи или усовершенствует старые, не верьте, что в загоне кормушка лучше. Не сталкивайтесь, не делайте, вернее, таких ошибок, как мы. Да, у нас в некоторых загонах есть такие дурацкие, так скажем, кормушки. Но это только потому, что нехватка места. У нас, получается, в трёх загонах такие кормушки. Это неудобно, но тут уже никуда не денешься. А если позволяет место, то нужно делать удобно и чистенько. Всё-таки, если у вас не позволяет место, как у нас в этом вольерчике, сделать выносные кормушки, хотя бы делайте так, чтобы эти ведёрки, крыночки, тарелочки вытаскивались. И их можно было чистить. Но вот в моём случае я чищу каждый день утром и вечером. А если она будет прикручена к загону, к какой-то стене, к вольеру, это будет совсем неудобно. Заодно решили замуровать Элю, потому что она вылазит чуть ли не по пояс. Так, мои девчата меня потеряли. Мать потеряли и орут, а идти боятся, потому что шуруповёрт. Идите, мои милые, потеряшки, потеряшки. Вот что значит теплолюбивые нубийские козочки. Погуляли 30 секунд на улице, встали, прижались к обогревателю. Горячему при горячему. И стоят, кайфуют. Вот такая конструкция у нас получилась. Мне, конечно, это не очень нравится. Но пускай пока стоит. Посмотрим, сколько она у нас прослужит. Под бутылочки вот такая штука. Тоже она как-то сделана у нас некрасиво, что ли. Но мы попробуем на козлятах. Если она висит правильно, если бутылочки не будут выскакивать, то мы переделаем покрасивее. Надо её ещё и будет покрасить. Вот в итоге заходим к козлятам. По правой руке я сразу буду ставить им молочко. Здесь сыпать корм. Тут висит рептух. А вот под воду мы не сделали, потому что некуда. Поэтому пока придётся водичку ставить им на пол. Они пока пьют мало, потому что кушают молочко. Ну а потом будем придумывать. Ну а потом, скорее всего, они и подрастут. Вот их придётся переселять либо в вольер, который больше, либо в разные расселять. Там будет видно, как сделать. Сейчас я хочу натаскать побольше сена, чтобы прямо была подушка такая большая-большая из сена. И чтобы было тепло всем козляткам. Такую воздушную подушку из сена и трухи я сделала. Можно ждать прибавления в нашем хозяйстве. Ждём новеньких. Спасибо всем, кто смотрел видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пожелайте нам хорошей дороги. Ну а на сегодня всё. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok